Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы каждый день найдете что посмотреть по танкам. И здесь не только фановые видео, не только обзоры, но и довольно-таки часто я пытаюсь выпускать видео, которые будут полезны игрокам. И сегодня мы с вами обсудим вопрос, как попасть на трансляцию, как начать ее смотреть так, чтобы вам гарантированно начислялись ваши награды за просмотр данных трансляций. Ну и соответственно, как собрать золотые медали, для того, чтобы можно было потом себе забрать вот этот вот контейнер болельщика и оттуда что-нибудь достать. Я не буду акцентировать внимание на том, сколько нужно этих золотых монет для того, чтобы открыть контейнер, что из этого контейнера можно получить. Все это вы можете найти здесь, в новостной ленте. И я думаю, что в целом полезной информации здесь более чем достаточно. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что видео будет немножко долговатым, поскольку я буду обсуждать все возможные нюансы, которые вы можете встретить на своем пути к идеальному завершению просмотра данных трансляций в виде получения наград. Ну а значит, буду уделять определенное количество времени каждому из этих вопросов. Если для вас эта информация была бесполезной, потому что вы и так это знали, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями в комментариях, а лучше поймите, что кто-то может чего-то и не знать. А я пытаюсь быть полезным абсолютно каждому своему зрителю. Итак, ребят, для начала первое, что я хочу вам посоветовать. Ознакомьтесь внимательно с небольшим вот этим разделщиком, который разработчики добавили, возможные технические проблемы. Не поленитесь, откройте, прочитайте, ну и соответственно уже, уже вычеркните из списка ряд проблем, с которыми можете столкнуться. Но поверьте мне, здесь далеко не все, что необходимо знать для того, чтобы правильно подключиться к трансляции, но и, соответственно, смотреть ее так, чтобы получать награды. Начнем с расписания трансляций. Первая трансляция будет сегодня, 7 марта, в 8 часов вечера по центральноевропейскому времени. То есть не по вашему времени, где вы находитесь, а именно по центральноевропейскому. Как узнать разницу между центральноевропейским временем и регионом, в котором вы находитесь, то есть часовым поясом, в котором вы пребываете. Для того, чтобы не останавливаться долго на данном вопросе, я уже выкладывал подобные видео у себя на канале и просто специально для вас добавил ссылочку на конкретное видео. Там есть и информация по сайту, на котором это легко сделать, да и, в принципе, как это все посчитать. Поэтому в отношении времени трансляции можете воспользоваться ссылочкой, которая лежит в описании. Что касается дальнейших расписаний, как вы видите, на 8 марта, 9 и 10 число суммарно предусмотрено 4 трансляции, 4 дня подряд. Время на 8 марта и последующие дни пока еще не установлено. И то, что 7 числа трансляция будет в 20.00 подсет, не значит, что 8 числа она будет в это же время. Поэтому эту информацию постоянно необходимо отслеживать непосредственно в новостной ленте. Она будет обновляться, ну и, соответственно, от этого будете отталкиваться, сможете вы эту трансляцию посмотреть или нет. Что касается того, как попасть на трансляцию. Ну, самый простой вариант, понятное дело, нажать просто на комментатора, на, в нашем случае, моего коллегу Piro Blast, который будет комментировать, я искренне желаю ему хорошей трансляции. И нажав на эту ссылку, у вас откроется ваш браузер, в моем случае это Chrome, с страницей именно на сайте Wargaming, на сайте самой игры World of Tanks Blitz. Обратите внимание, что на трансляцию я попал, но при этом всем, когда трансляция начнется, награды я получать не буду. Знаете почему? Потому что я не авторизировался. Для того, чтобы авторизироваться, нажимаете в правом верхнем углу клавишу Войти и выбираете свой регион. В моем случае это Европа. После того, как я это сделал, меня автоматически подхватило. Если вдруг вас автоматически не подхватило, то вам откроется диалоговое окно, в котором вам необходимо будет ввести свой электронный адрес и пароль. Ну, то есть те данные, которые вы вводите при входе в игру. Электронный адрес, к которому подвязан ваш аккаунт, ну и, соответственно, пароль от вашего игрового аккаунта. Дальше вас вернет опять на эту страницу. Ну и, соответственно, здесь, ребят, у вас уже будет диалоговое окно выглядеть именно таким образом. Как видите, здесь есть шкала заполнения. То есть, чем дольше вы смотрите трансляцию, каждые 11 минут эта шкала будет доходить до конца. Ну и, соответственно, заново начинать отсчет. И таким образом, суммарно, допустим, за эту трансляцию вы сможете забрать себе до 300 монет. В идеале 300 монеток сможете отсюда себе в копилочку закинуть. Что может пойти не так? Для начала стоит помнить по поводу того, что есть два времени трансляции. Обратите внимание, что одно время включено во второе. О чем говорю? Есть время, когда сам комментатор начинает свою прямую трансляцию. В моем случае, пиробласт, допустим, может начать эту трансляцию в 20.45, то есть за 15 минут до начала самого эфира с соревновательными боями. Он может начать эту трансляцию за час до. И помимо пиробласта есть еще ребята другие, которые тоже будут комментировать трансляциями, которых вы можете воспользоваться. Ну и, соответственно, каждый из этих комментаторов сам определяется, когда ему запустить трансляцию. То, что вы зашли, допустим, за полчаса до объявленного времени, то есть в моем случае трансляция начнется в 21.00 по моему времени. Ну и, соответственно, пиробласт может начать трансляцию вообще не в 21.00, не в 20, а даже в 19.00 за 2 часа до начала вот этих вот боев турнирных. Вот эти 2 часа, то, что вы будете смотреть трансляцию, вам в учет не пойдет. Вам необходимо ориентироваться на время 21.00, потому что, когда пиробласт начнет свою трансляцию, у него появится здесь серый таймер, который будет приблизительно вот такого вот цвета. Ну и, соответственно, будет показывать, сколько времени пиробласт находится в эфире. А в 21.00 вам вылетит, а это тоже, кстати, очень важно не забывать, диалоговое окно, в котором вам необходимо подтвердить, что вы есть на трансляции. То есть поставить галочку и нажать кнопку просмотр или как-то там, не помню, называется, но факт в том, что вылетит диалоговое окно, в котором вам необходимо подтвердить свое присутствие. И вот когда вы в 21.00 подтверждаете свое присутствие, у вас рядом с вашим серым таймером, который будет здесь внизу, появится еще приблизительно вот такого, как на твиттере голубого цвета, еще один таймер, который начнет считать вам еще одно время. И вот это вот второе время, оно включено в общее время трансляции, но только за этот синий таймер вы получаете свои монеты болельщика. Если вы видите, что у вас этот таймер не появился голубой, соответственно, вам не будут начисляться монеты. У вас есть дополнительных приблизительно где-то минут до 10 время на то, чтобы перейти на другую трансляцию или решить свои технические проблемы, почему у вас не идет отсчет этого времени. В первую очередь, что необходимо помнить. Перед тем, как начинать смотреть трансляции, вам необходимо в вашем браузере почистить вашу историю и обязательно выбрать пункт удаления всех сохраненных куки. После того, как вы это сделали, вы закрываете свой браузер, заново заходите в игру, заново заходите по ссылке, ну или делаете это заблаговременно, попадаете сюда на страницу трансляции и снизу сайт предложит вам принять те куки, которые World of Tanks предлагает. Ну и, соответственно, принимая эти куки, вы решаете все возможные технические проблемы, связанные именно с этой причиной неначисления вам данных монет. Что стоит также помнить. У ряда игроков бывает такая техническая проблема, которая не влияет на начисление наград, но очень сильно пугает. Когда таймер голубой появляется, но цифры на нем не увеличиваются, то есть он просто показывает нули. В таком случае вам необходимо присмотреться к вот этой полосе. Если полоса продолжает заполняться, несмотря на то, что таймер стоит на месте, ничего страшного не происходит. И с вероятностью 99,9 из 100 вы все-таки получите свои награды. Как убедиться в том, что вы посмотрели все возможное время трансляции, которое идет вам в учет вот в эти вот 300 необходимых вам монет. Здесь вместо полосы заполнения, вместо вот этого всего появится одно сообщение. Ваши награды будут начислены за просмотр там в ближайшее время. Это значит, что вы просмотрели максимальное время трансляции, за которое разработчики готовы вам давать плюшки. Что необходимо также помнить? Смотреть трансляцию необходимо исключительно через вот эту интернет страницу. Если вы зайдете на YouTube канал самого автора, то есть Piroblast, вы обратите внимание, что у него на канале тоже есть эта трансляция. Оно так и работает. Вот эта его трансляция ретранслируется вот сюда на страницу. Если вы будете смотреть, как вот эти вот 104 зрителя уже ожидают начала прямой трансляции, через YouTube вы не получите ни единой монеты. Потому что начисление происходит игрокам, только тем, которые зашли на сайт игры и, как я уже говорил, авторизировались. Таким образом получается, что ребята, которые ждут вот здесь трансляцию и будут ее смотреть именно через YouTube, общаясь здесь в чате, не получат ровным счетом ни гроша из золотых монет. Также стоит помнить по поводу того, что у ряда игроков есть в принципе проблема с попадением на данную трансляцию. Как правило, это связано с несколькими вещами. В моем случае на некоторых из устройств я, когда захожу в новостную ленту, сами новости вижу. Но при этом всем, когда я нажимаю на какую-то новость, у меня вместо новости, как сейчас, появляется просто черный экран. Ну и, соответственно, я не могу нажать на вот эту ссылку, для того, чтобы перейти на сайт и оттуда смотреть. Есть ряд других технических проблем, по которым игроки не могут попасть на трансляции или не знают, как эту трансляцию найти на сайте игры. Сейчас я вам покажу способ другой попадения на прямую трансляцию, который тоже гарантированно даст вам возможность получать награды за просмотр. Для того, чтобы попасть, вне зависимости от того, вы будете это делать с компьютера, если у вас Wargaming Game Center или тот же самый Steam, или будете это делать с телефона, вам необходимо зайти в настройки. В настройках нажать на клавишу поддержка. Ну и когда вы нажмете на клавишу поддержка, вы попадаете, соответственно, на страницу сайта поддержки. Что необходимо сделать здесь, если вы делаете это с компьютера, либо с ноутбука? В левом верхнем углу нажимаете игры, в играх нажимаете World of Tanks Blitz и выбираете пункт ссылки сайт игры. Когда вы нажимаете на пункт сайт игры, вы можете быть не авторизированы и не торопитесь этого делать, потому что авторизация нужна вам в последний момент, если вдруг вашего никнейма здесь нет. Дальше вы нажимаете на турниры, ну и, соответственно, когда открывается окно, нажимаете на турнир Blitz Masters. После того, как нажали, видите предложенные варианты. Как видите, здесь гораздо больше других комментаторов, нежели один перобласт, которого предлагает вам в игре система, то есть то, что предложили разработчики. Если вы нажмете, допустим, день первый турнир, вы попадаете на страницу комментатора Beast, который будет тоже комментировать эту прямую трансляцию. Как вы видите, время трансляции ничем не отличается. Все полностью то же самое. И вот когда вы попадаете на вот эту страницу, тогда уже проводите свою авторизацию. Ну и, соответственно, будете дальше просматривать. Что касается того, как можно попасть на ненасчитывание вам наград. Очень часто игроки допускают ошибку. Когда начинается здесь трансляция, они подтверждают, что они присутствуют на прямой трансляции, и счетчик начинает считать, а полоса заполнения получения наград начинает потихоньку увеличиваться. Они переходят на какую-нибудь другую страницу и начинают серфить в интернете. Но, ребят, при этом всем стоит помнить, что если вы ушли с закладки с трансляцией, то здесь автоматически прекращается начисление вам вашего времени, за которое вы получаете награды. И когда вы вернетесь назад на эту закладку, у вас будет здесь диалоговое окно опять подтвердить, что я вернулся на трансляцию и готов дальше ее смотреть. И все время, сколько вы на этой закладке не были, вы, соответственно, потеряли и за него вам насчитывать не будет. Как можно сделать так, чтобы вы могли все-таки и серфить в интернете, и параллельно, чтобы у вас шла трансляция, за которую вам будет идти начисление. Возможно, это какой-то лайфхак от меня, возможно, многие об этом знают, но это действительно возможно. Что необходимо сделать? В правом верхнем углу у вас есть три клавиши. Одна называется «Свернуть», это такая черточка. Крайнее правое – это крестик «Закрыть полностью вашу программу», то есть ваш браузер. А посредине, в моем случае, не подписана клавиша, но она дает возможность сделать диалоговое окно не развернутым на весь экран, а сделать его чуть меньше и, соответственно, берясь за углы диалогового окна, уменьшать его в размерах. Что необходимо сделать? Нажать на эту клавишу, ваше диалоговое окно станет чуть-чуть меньше, и вы сможете регулировать его размеры. Соответственно, уменьшаете его приблизительно хотя бы до половины, ну просто для удобства. И потом беретесь за вот эту вот закладку и просто вытягиваете ее за пределы вашего диалогового окна основного. Таким образом, у вас будет открыто два диалоговых окна. Диалоговое окно с турниром делаете приемлемого для вас размера, ну и, соответственно, там идет трансляция. Ну а вторым диалоговым окном, ни в коем случае не разворачивая его на полную с помощью той же клавиши, продолжаете пользоваться. Можете подрегулировать себе размер так, чтобы это было удобно. Ну и обязательно периодически заходите, то есть, ну, переходите, перекликивайте на ваше диалоговое окно с трансляцией, для того, чтобы можно было убедиться в том, что насчет времени там до сих пор продолжается. Но это для тех ребят, которые не хотят смотреть сам турнир, а хотят просто получить награды за якобы присутствие на прямой трансляции. Хотя на самих прямых трансляциях есть на что посмотреть, там бывают довольно-таки крутые бои и бывает все очень четенько. Стоит также отметить, что порядок работы на сайте, зря переключился, порядок работы на сайте, когда вы пытаетесь попасть на трансляцию именно через клавишу службы поддержки, как я это только что показывал, на мобильных телефонах и на планшетах есть кое-какое отличие. Когда вы попадаете на страницу службы поддержки, на этой странице службы поддержки, вы не увидите вот таких закладок в полном объеме и клавиш турниров у вас не будет. Что необходимо сделать? Опять-таки, когда попали на сайт службы поддержки, то есть на страницу службы поддержки, нажимаете игры, в играх выбираете, у вас откроется список игр, только не горизонтальный, а вертикальный. В этом вертикальном списке, опять-таки, выбираете World of Tanks Blitz, я нажму здесь, но, блин, промахнулся, не выбрал игру. Я покажу здесь на примере того, что есть на компе, а на телефоне там просто будет список вертикальный. Выбираете World of Tanks Blitz, там выбираете сайт игры, и когда вы попадаете на сайт игры, то вот здесь в правом верхнем углу, если вы будете делать это с телефона, допустим, у вас будет кнопка меню. В кнопку меню нажимаете, и там в списке будет главная, лента, зал славы, ну и самое нижнее, это турниры. Нажимаете на турниры, ну а дальше уже действуете по старой утвержденной схеме, потому что после нажатия на клавишу турниры вы, опять-таки, будете видеть то же самое, и нажимаете на Blitz Masters. Вот так вот, ребят, получается. Есть несколько способов входа на прямые трансляции. Стоит помнить по поводу того, что вам необходимо почистить куки, вам необходимо обязательно заранее зайти на эту страницу, а не в 21.00, потому что в 21.00, ну это по моему времени, уже начинается тот период трансляции, за который вы получаете награды. Если вдруг у вас остались еще какие-то вопросы по поводу того, как получать свои награды, обязательно пишите в комментариях, я попытаюсь ответить, я всегда пытаюсь быть полезным, и очень надеюсь на то, что я помог большинству из вас данным видео разобраться в вопросе, как попасть на трансляцию, как ее посмотреть. Ну и что касается периода времени, за который награды должны появиться у вас, то, как правило, это в районе двух часов. Бывало такое, что и в течение 4-6 часов награды начислялись лично мне. Ну все зависит от аккаунта, и с чем конкретно это связано, не знаю, но факт остается в том, что если сразу после трансляции награды вы еще не получили, то не стоит переживать. Главное, чтобы все было так, как я вам рассказывал, и будет вам счастье, и будут вам халявные контейнеры болельщика. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков, очень буду благодарен за подписку на канал, у меня всегда свежее видео, и в своих видео я всегда разжевываю все так, чтобы суть этих видео и смысл подаваемой информации был понятен абсолютно любому зрителю, вне зависимости от возраста и количества времени пребывания в игре в целом. Пошел снимать специально для вас следующее видео, вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.